Первый зимний день выдался по-настоящему морозным, но, несмотря на холод, у мемориала памяти и скорби многолюдно. Под звуки военного оркестра пока еще сбивчивым шагом маршируют новобранцы. Навыки строевой подготовки им только предстоит приобрести. Счастье пройти армейский путь желают будущим солдатам. Вам, наверное, очень почетно то, что вы родились и выросли в городе Бендеры, потому что город Бендеры один-единственный в нашей республике является городом воинской славы. И сегодня вам тоже посчастливилось. Именно из города воинской славы вас призывают на военную службу. С каждым годом желающих служить в армии становится больше. Военные говорят, сказывается патриотическая работа, которая ведется в школах. Военно-патриотическое воспитание занимается и старшее поколение, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны участников войны 92-го года, ветераны войны-интернационалисты. Все с чувством и пониманием подходят к молодежи, и это отлагается на самих детях. И сегодня к будущим солдатам обращается участник штурма Рейхстага, легендарный ветеран Яков Фадеев. Вспоминает, как когда-то его самого провожала девушка, только не в армию, на войну. В 44-м году в апреле месяце с 8-го класса повестка пришла, и мне моя девушка провожала в армию. Подарила мне коробочку пудры и вышла платочек на память. И сказала, вернись живым. Вернуться живыми и здоровыми, достойно пройти школу мужества, желают родители и близкие молодых парней. Юноши обещают не подвести. Я думаю, что мне это даст цели, какие мне надо поставить вперед. Потому что сейчас какая-то у меня неопределенность, и надо служить и идти в армию для этого, чтобы понять, чего я хочу. Настрой хороший. Хотелось, конечно, чтобы легкая служба была, чтобы там не обижали их, чтобы хорошо кормили. Каждый должен пройти службу. Желательно, чтобы не год, а побольше, чтобы многому научиться. Последние слова напутствия от отцов – материнские слезы. Затем новобранцев отправляют на сборный пункт в одну из частей. Там определят их последующее место прохождения воинской службы. Осенний призыв продолжится вплоть до Нового года. Жанна Настас, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.